Это программа Донбасс Реалии на Радио Свобода. Я Алексей Мацука, приветствую вас. Украина и Донбасс здесь не исключение. Евромайдан, начавшийся в 2013 году, в Донецке и Луганске у памятников Шевченко собрал в первую очередь людей, которые выступали в защиту прав человека. В первые дни Евромайдана на Октябрьской площади в Донецке не было ни флагов партии, ни политических призывов. У людей в руках были простые самодельные плакаты, на которых они просили защитить их права на достойную жизнь на Донбассе. В результате активисты-правозащитники Донецкого Евромайдана впервые подверглись гонениям со стороны радикальных пророссийских общественных формирований Донецкой Республики и прочие с приходом так называемой «русской весны». О преследованиях инакомыслящих в Донецке и Луганске, которые развернули пророссийские вооруженные формирования, мы неоднократно говорили в программе «Донбасс-реалии». Сегодня же коснемся еще одной стороны этой обширной темы – положения представителей ЛГБТ-сообщества в оккупации и вне зоны оккупации. Но откроем программу традиционно с сюжетом, в этот раз у Прайди, который состоялся на минувших выходных в городе Киеве. Права, людины, он от усе! Права, людины, он от усе! Как и в прошлом году, место проведения марша равенства было засекречено до последнего. В результате журналистов централизованно повезли на Аболонь, где собрались участники мероприятия. Среди них были и депутаты Сергей Лещенко, Светлана Залищук, посол Швеции вместе с супругой и представители Amnesty International. Все они пришли выразить поддержку ЛГБТ-сообществу. Мені подобається, що ми можем провести в незалежній країні, у вільному місті марш рівності. Саме тому, що ми будуємо суспільство рівня. Я про це писала, що європейськість – це не та тонка шкірочка, яка наросла на нас, як позитивна мутація у відповідь на нові зовнішні обставини. Європейськість – це те, що під цією шкірочкою, коли пошкрипти. Це те, що розпадається на молекулярному рівні, на цінності. І рівність, і толерантність – це моя цінність. Тому це в тому числі моя політична позиція. Я не боюся перед неї заяви. Я хочу сказати, що якщо чекати, поки наступить час, то час ніколи не наступить, поки ти сам не почнеш робити. Людини, понад усе права. Ми слухаємо, що тут говорять. Права человека ніколи не можна зберігати на інший план. Неважно, какое час, а тим более сейчас, коли стоїть питання о євроінтеграції України. Друзі, до нас приєднується ще одна група, яка... Я представляю, що херсонську феміністическую організацію і нас. Ми считаємо, що права ЛГБТ і права жінки – це дуже близкі другу речі. Ми считаємо, що ненависть ЛГБТ і незагалість жінки, неприятие всього жінки – це віщі одного порядка. Тим не мене, без драк не обошлось. Участників марша було значительно менше, чем правоохранителей, принявших на себе основной удар. Акція длилась каких-то 40 минут і дуже быстро переросла в провокации. Столкновения продолжались по всей оболоні – между милицией і агрессивно настроеними людьми в масках. В результате пострадали 9 милиціонеров. Одного госпиталізували в тяжелому состояниї. Около 30 провокаторів задержали. Ірина Стельмах, Влад Яцків, Анна Іванова. Для Донбасс Реалий, Радио Свобода. Дві остальні! На ліву, по одному зелі! Дарні ще лапить! Дякую! Гость сегодняшней программы «Донбасс Реалий» Андрей Кравчук, эксперт центра «НашСВИТ». Добрый день, Андрей. Спасибо, що нашли время для Радио Свобода. І скажіть, у мене первый к вам вопрос. Какая в целом сейчас обстановка с правами человека, представителей ЛГБТ-сообщества на оккупированных территориях України? Добрый день. Обстановка там приблизительно такая же, как и для всех остальных жителей этих территорий. Сепаратисты, захватившие власть в этих регионах при поддержке России, начали строить некий гибрид Советского Союза и Российской имперії, как они себе это воображают. Ну, в результате у них получилось приблизительно такое государство, которое бы у нас возникло где-нибудь за 10 лет безраздельного управления Януковича, я думаю. В котором не существует никакие права человека вообще, любого человека, независимо от его сексуальной ориентации, гендерной идентичности и каких-либо других признаков. Там отсутствует общественная жизнь как таковая, тем более там обсутствует жизнь ЛГБТ-сообщества. Люди, которые раньше жили более-менее открыто, они все ушли в подполье. Они боятся высовываться, боятся говорить о себе, боятся встречаться. Вернулись старые, те самые нравы, которые были в самые худшие годы Советского Союза. Например, не так давно в Луганске убили гея, и тамошняя милиция при бандитском правительстве немедленно начала использовать те самые методы расследования этого убийства, с которыми мы десятки лет боролись в украинской милиции. В украинской милиции мы это искоренили, но как только туда вернулся Советский Союз, все вернулось на круги свои. Это что за методы такие? Это значит, что раньше это делали с записными книжками, сейчас это делали с мобильными телефонами. У человека забирают мобильный телефон, например, у погибшего. Переписывают все телефоны оттуда, звонят по ним. Если выясняется, что это какой-то знакомый гей, знакомый этого человека, то у него немедленно начинают выпытывать адреса всех остальных геев. То есть они собирают информацию, которую потом могут использовать для шантажа, для склонения к сотрудничеству, вымогательства денег и так далее. Скажите, а насколько можно этому противостоять? Как вы в мирное время этому противостояли, вы говорите, смогли это побороть как-то? В мирное время мы шли, разговаривали с начальством милицейским. Ваша общественная организация? Да, мы общественная организация. Мы непосредственно общались с начальниками на уровне начальников райотделов луганских. Объясняли им, что искать нужно там, где потеряли, а не там, где светлее. Что они совершают противозаконные действия. Мы предлагали им свою помощь и, в принципе, где-то за 10 лет нашей работы мы добились того, что ситуация изменилась. То есть, что милиция стала более корректно относиться к пострадавшим свидетелям и прочим в таких ситуациях. Но сейчас вернулись к старым удобным методам работы. Они не способствуют раскрытию преступления, разумеется. Насколько мне известно, убийство этого гея так и не было раскрыто. Но они способствуют злоупотреблению со стороны милиции. А тем более сейчас, когда там вообще никакой не существует ни закона, ни власти, они могут делать все, что угодно. — Скажите, существуют ли какие-либо программы, если представитель ЛГБТ-сообщества обращается к вам за помощью, либо вы знаете об этом случае, то что можно сделать для этих людей? — Ну, такие программы существуют, и мы помогаем людям, но на свободной территории. На территории, которая находится под контролем украинской власти. На территории зоны АТО, оккупированной российскими и пророссийскими силами, не существует ни закона, ни правоохранительных органов, поэтому там мы совершенно бессильны. А здесь, да, моя организация в том числе занимается предоставлением первой юридической помощи. То есть, если человек попал в какую-то неприятную ситуацию, в беду, он всегда может к нам обратиться, и мы расскажем ему, что нужно делать в такой ситуации, поможем оформить документы необходимые, а при необходимости можем найти адвоката. — Скажите, вот недавно в Киеве прошел прайд, посвященный защите прав человека. И как можно, как бы вы охарактеризовали то, как в большой Украине, в кавычках, относится сегодня к ЛГБТ-сообществу? — Я хочу сказать, что в большой Украине отношение к ЛГБТ-сообществу очень существенно поменялось за последний год. Мы это видим хотя бы по дискуссиям в интернете, которые идут. В том числе, вы говорите прайд, на самом деле прайд — это целая неделя, там было много разных мероприятий, но всех привлекает всегда одно и то же — марш равенства, который обычно у нас именуют гей-парадом, хотя он вовсе не похож ни на какие парады. Это обычная демонстрация в защиту своих прав. И мы видим, что впервые в этом году к этой демонстрации присоединилась даже пара депутатов Верховной Рады, и очень многие люди высказывали свое желание, которые не относятся к ЛГБТ, они высказывали свое желание присоединиться к ней, потому что они всерьез воспринимают лозунг «За вашу и нашу свободу». Они понимают, что права человека — это права любого человека. И мы не защищаем геев и лесбиянок, мы защищаем от дискриминации или насилия по признаку сексуальной ориентации. То есть не важно, какая ваша сексуальная ориентация, важно, что она не должна никаким образом влиять на то, как к вам относятся другие люди. Мы видим, что ситуация меняется, и если бы не закрытый характер этого мероприятия, оно могло бы быть более многочисленным. Но, к сожалению, по соображениям безопасности, организаторы были вынуждены максимально засекретить информацию о месте и времени проведения этого мероприятия, и к нему могли присоединиться далеко не все желающие. Как вы думаете, сколько нужно времени Украине и гражданам Украины, чтобы все-таки осмыслить такие марши равенства и не будоражили бы эти марши равенства сознание на таких радикальных организациях, на подобные действия, что мы видели в субботу? Я хочу сказать, что Украина не является какой-то совершенно уникальной страной, каким-то совершенно уникальным обществом. Мы сейчас проходим тот путь, который прошли страны Западной Европы лет 30-50 тому назад, а страны Восточной Европы лет 10-20 тому назад. И глядя на наших западных соседей, на такие государства, как Латвия, например, или Сербия, Румыния, Болгария, такие достаточно отсталые провинциальные общества, которые, попав в Европейский Союз, во всяком случае, собираясь туда попасть, обнаружили, что у них очень консервативное, патриархальное и гомофобное общество, там вначале были те же самые проблемы, что и у нас. Ситуация изменилась за вот эти 10-20 последних лет. То есть я думаю, что и Украине 10 лет в условиях свободного развития хватит для того, чтобы преодолеть эту традиционную для нашего общества гомофобию. Существуют ли, по вашим данным, у парламентских фракций и у политических партий, более или менее авторитетных и рейтинговых в стране, программы для ЛГБТ-сообщества и для увеличения уровня толерантности в обществе? Мы обращались с этими предложениями, просьбами, пожеланиями к нашим политикам последние 15 лет. Все время, пока работает наша организация, она является старейшей из действующих на данный момент ЛГБТ-организаций Украины. И всегда не слышали в ответ ничего. Все наши предложения просто игнорировались. Нам даже не отвечали, как правило. В прошлом году впервые мы услышали обещание в свой адрес и добрые слова со стороны тогда еще кандидатов в президенты Петра Порошенко. Он в международном месте и ряд правозащитных организаций перед президентскими выборами провели опрос кандидатов, в том числе по теме прав человека. И Петр Порошенко был единственным, который ответил на вопрос о том, собираются ли они запретить дискриминацию в определенных сексуальной амитации. Он сказал, что они собираются запретить такую дискриминацию и по признаку сексуальной амитации гендеридентичности во всех сферах жизни, которые регулируются законом. То есть это очень обнадежившее заявление. Осенью того же года секретарь блока Петра Порошенко фракции партии Верховной Раде заявил, что они собираются выполнить свои обещания. Пока что они не воплотились в жизнь, но мы помним это обещание. Мы надеемся на то, что новая либеральная политическая сила, которая сейчас появилась в украинском парламенте, блока Петра Порошенко, будет нашим союзником в борьбе за права человека. Как вы думаете, то поведение активистов, радикальных организаций во время марша равенства в городе Киеве, оно будет иметь какие-то последствия в рамках правового государства Украина, в рамках общей поддержки в обществе и так далее? Я думаю, что это поведение приведет к тому же, к чему привело поведение радикалов из партии «Свобода» в свое время. За них проголосовали очень многие на выборах, потому что они рассматривались как реальная оппозиция, как сила, которая сможет противостоять диктатуре президента Януковича. Попав в парламент, они не оправдали своих надежд, а их очень отсталый, я бы сказал, мракобестный, совершенно не демократический, не либеральный подход к правам человека оттолкнул от них очень многих их потенциальных избирателей. То же самое, я думаю, будет и с правым сектором, или с другими политическими силами, которые присоединятся к этой гомофонной кампании. И напоследок, Андрей, еще вот такая цитата. В Конституции, так называемой, Донецкой Народной Республики записана «Никакие формы извращенных союзов между людьми одного пола в Донецкой Народной Республике не признаются, не разрешены и преследуются по закону». Здесь же отмечается, что главенствующая вера ДНР дословно является православие. Как вы думаете, есть ли связь между православием и такими формами запрета на инакомыслие, что ли, на какие-то действия, связанные с вашей личной жизнью? Где эта грань, как ее может быть обойти? Православие достаточно консервативная религия, но она сильно отличается от страны к стране. То, о чем мы сейчас говорим, это так называемое православие русской традиции, или, проще говоря, московский патриархат. Он сильно отличается от других православных церквей. Несмотря на то, что все они весьма консервативны, и ни одна из них не относится либерально к гомосексуальности, большинство зарубежных православных церквей относятся к этому достаточно терпимо. Они понимают, что они живут в современном мире, что все люди разные, что у них возникают разные проблемы, и с этим нужно считаться. Сейчас отношение к ЛГБТ стало маркером разделения принадлежности либо к современному западному миру, либо к так называемому русскому миру. Если вы относитесь и считаете, что ЛГБТ – это люди второго сорта, что они не должны иметь всех тех прав, которые имеют остальные люди, вы поддерживаете русский мир. Если вы считаете, что это абсолютно такие же люди и граждане своих стран, как и все прочие, тогда это современный Запад. То есть, например, я знаю, что православные церкви США, Финляндии, даже греческая православная церковь гораздо более терпимо относятся к ЛГБТ и их проблемам. Они понимают, что они живут в современном мире и что никуда от этого не денешься, это нужно решать. Русская православная церковь упорствует в своих гомофобных позициях. Украинские церкви стараются отмолчаться и вообще никаким образом не озвучить свою точку зрения на эти вопросы. Перед проведением праведа к ним, например, к христианским церквям нашей страны, вообще ко всем религиям, было открытое обращение со стороны представителей международной амнистии. Их просили высказать свое мнение и призвать к миру, к тому, чтобы это шествие прошло мирное. К сожалению, практически ни одна церковь просто не откликнулась. Спасибо, Андрей, за ответы на вопросы и за участие в сегодняшней программе. Будем с вами еще, я думаю, видеться в этой студии неоднократно. Спасибо вам. На скайп-связи со студией Радио Свобода Константин Скоркин, автор статьи в «Реальной газете» о положении с ЛГБТ-сообществом на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Костя, вы меня слышите? Да, здравствуйте, Алексей, я вас слышу. Да, здравствуйте. Мы прочитали ваш материал. И у нас здесь в коллективе «Донбасс Реалии» есть несколько уточняющих к вам вопросов относительно какого же все-таки в действительности положения с ЛГБТ-представителями там в оккупированной части, потому что, как сообщают некоторые средства информации, якобы введена смертная казнь, но с другой стороны сами сепаратисты отрицают, я имею в виду смертную казнь за однополые отношения. Насколько можно проверить эти данные, насколько это соответствует действительности? Идеология ополчения и идеология сепаратистских республик предполагает гомофобию. Но, с другой стороны, задокументированных фактов именно такого гомосексуального насилия, которое приводит к смертной казни людей другой ориентации, на данный момент нет. Это отрицали сами ЛГБТ-сепаратистов, и на данный момент у нас нет документированных фактов. То есть правильно ли мы понимаем, что на оккупированных территориях представители ЛГБТ-комьюнити, сообщества считаются чуть ли не извращенцами, извините за это слово? Я могу сказать, что, естественно, сейчас представители ЛГБТ находятся в очень тяжелой ситуации, потому что сейчас у власти находятся люди с Советским кодексом морали. И, естественно, согласно этому кодексу морали, все сексуалы находятся под опасностью, в том числе насилие. Я думаю, что те органы правопорядка, которые созданы на территории сепаратистских республик, они будут применять те, которые принимала советская милиция. Зачем связан такой уровень низкой лояльности, что ли, или высокого уровня агрессии по отношению к ЛГБТ на оккупированных территориях, кроме вот советской модели, да, это такой общей советской модели, то есть это может быть какая-то агрессия, связанная с неудовлетворенностью экономическим положением. Ну какие мотивы, по вашему мнению, есть для этого? Мотивы, на самом деле, гомосексуальная агрессия в отношении гомосексуалистов, она началась, я вам скажу, с такого прямо конкретного момента. Это момент, когда был в России, дело пусть и рают. Это не связано прямо с гомосексуалами, да, но тем не менее это был подъем консервативного тренда, так? И Луганская область, она находится в поле влияния России, соответственно, те права консервативных утверждений, которые находятся там, они воспринимают активно все тренды, которые исходят из метрополии, скажем так, бывшей. Это был очень... Это был гомофобный тренд абсолютно. Я могу сказать вам, что на самом деле не так уж страшна ситуация, которая происходила до этого. После этого просто как бы гомосексуалы оказались жертвами, жертвами. Это за их жертвами, жертвами просто абсолютной правовой безнаказанности. На скайп-связи со студией Радио Свобода был Константин Скоркин, луганский журналист и публицист. Нашим зрителям я напомню, что этот выпуск программы Донбасс Реали и все предыдущие доступны на сайте Радио Свобода, адрес которого сейчас у вас на экранах. Также подписывайтесь на наши социальные сети, обновляйте сайт, сообщайте новости и пишите письма. Ни одно из них не останется без ответа. А сегодня на этом все. До свидания.